Говоря о личном пространстве подопечного, мы говорим с вами о границах. Нам кажется, мы это ощущаем, что личное пространство есть у каждого из нас. И также мы ощущаем, что оно каждый день подвергается сомнению. В идеале у каждого из нас может быть своя квартира, своя комната, своя просторная одежда, свое пространство в общественном транспорте, свой рабочий удобный комфортный стол, свое пространство, когда мы с вами приходим в общепит и ставим поднос на стол. Но мы прекрасно знаем, по каждому из этих пунктов с личным пространством у нас случаются проблемы. Также с личным пространством, безусловно, проблемы у наших своими подопечных, потому что они живут в стесненных условиях, в больнице или детского дома, или живут на улице. И скорее мы даже говорим не о том, чтобы защитить личное пространство подопечного, а о том, чтобы показать подопечному, что оно у него есть, что он имеет на него право, и что он это пространство может создавать постепенно, вокруг себя его создавать. Первое, о чем мы можем говорить, когда мы говорим о личном пространстве, это время. У каждого человека может быть свое личное время. С личным временем у нас тоже проблемы, потому что у нас бывает свободный час, который мы можем или два потратить на себя, но на самом деле эти часы могут быть посвящены тревогам, предвкушению чего-то, что будет вскоре с нами, или воспоминаниям о чем-то, что было незадолго до этого момента. Таким образом, очень трудно здесь и сейчас нам лично провести это время. Наш подопечный иногда может совершенно случайно оказаться в этом пространстве накануне нашего прихода. Он может уйти с интересной книжкой в свой мир, он может начать что-то рисовать, или смотреть какую-то телепередачу, он может начать о чем-то разговаривать со своими друзьями, и тут приходят волонтеры. В этот момент почему-то наш подопечный обязан оторваться от всех своих дел и ублажить волонтера своим присутствием. Как ни странно, волонтер, желая помочь, организовать личное пространство ребенка, может вторгнуться в него и разрушить его, сам того не желая. Вот то пространство, в котором находится наш подопечный, когда мы пришли, оно равно драгоценное. Поэтому, когда вы приглашаете подопечного вашего на какое-то занятие или к общению, то вы можете у него спросить, может ли он, готов ли он, если он занят и почувствовал себя виноватым перед вами. Вы можете организовать его личное пространство таким образом, что ты можешь не спешить завершить разговор, или досмотреть, или дорисовать. Мы тебя дождемся, не спеши, проявив уважение к личному пространству нашего подопечного. Второе – это тело. Когда мы говорим о теле, мы говорим о прикосновениях, о том, когда мы случайно кого-то задели, о том, что мы, обращаясь к человеку, берем его за руку, или каким-то образом требуем его рукопожатий в ответ на свои какие-то посылы, или обнимаем нашего подопечного, или даже целуем его в знак какой-то большой признательности, восхищения, или, например, в день рождения подарив подарок. Здесь тоже надо быть внимательными, потому что ребенок, с которым постоянно что-то делают, подопечный, к которому относятся в третьем лице почти постоянно, или несчастный наш подопечный, бездомный, который каждую секунду может получить пинка от кого угодно, отношения с телом очень сложные. Поэтому, проявляя уважение к телу, лишний раз не проявляя понебратства, или наоборот, в порыве какого-то восхищения сказать, «Слушай, можно я пожму твою руку? Это особый знак моего расположения к тебе. Это не потому, что ты вот должен». Или если мы задели нашего подопечного, подавая ему что-то, или еду, или новый альбом, или протискиваясь между ним и стенкой в игровой комнате, можно просто извиниться. Это очень важно, чтобы человек хотя бы задумался, а что происходит, а почему он извиняется? Ну, подумаешь, он пнул меня, ничего страшного. И таким образом мы уже организовываем пространство, личное пространство нашего подопечного. Также важно обратить внимание на пространство палаты или комнаты, где находится наш подопечный. Потому что воспитатели, врачи, медперсонал, нянечки, как вы понимаете, входят без стука. И даже если они постучались, потому что они вежливые, то ответ «нет» совершенно не подразумевается. И даже если они спросили, можно ли войти, они, не дожидаясь ответа, разумеется, войдут. Потому что им нужно сделать свое дело. Волонтер тем и отличается, что он может постучаться для того, чтобы услышать ответ. Спросить для того, чтобы услышать и принять с уважением к своему подопечному отказ. Можно, присаживаясь к кровати нашего подопечного, спросить, можно ли взять стул или переложить с него вещи. Можно, если мы работаем с больным, который лежит на кровати, постелить что-то на кровать. Или спросить разрешение, можно ли на нее положить цветные карандаши. Можно особо дать понять подопечному, что вот его тумбочка, на которой стоит эта чашка, это тоже ценно. Или его часть подоконника тоже ценно. Поэтому я не буду туда наваливать что-то, чтобы просто расчистить наше пространство без разрешения. Каким же мы образом еще можем помочь нашему подопечному это пространство организовать? Для работы в палате очень хорошая такая вещь взять обыкновенную коробку из-под обуви или какую-то просто еще коробку, может быть, квадратную, и разрезать ее на четыре части. Таким образом, у вас получаются такие 3D-уголки. И попросить, предложить вашему подопечному создать собственный уголок в больнице или в детском доме, чтобы у него был свой собственный уголок. Каким образом мы еще можем организовать, помочь организовать свое личное пространство подопечному? Когда мы расписываем сумку или рюкзак или футболку с нашим подопечным, мы помогаем ему организовывать свое личное пространство. Когда мы делаем какую-то красивую поделку, когда мы делаем фоторамку и помогаем сделать хороший личный снимок, или делаем рамку для любимой фотографии, мы помогаем организовать нашему подопечному свое личное пространство. Когда мы помогаем ему удобно сесть в игровой, или иметь свою непроливашку, или иметь свои личные ножницы, или свою личную линейку во время нашего творческого занятия, мы тоже помогаем организовывать ему личное пространство. Мало того, мы можем помочь ему защищать его, потому что очень часто мы можем встретиться с такой ситуацией, когда кто-то что-то забирает, и ребенок сразу лезет в драку. И мы можем сказать, что это не единственный способ защитить свои границы. Можно предупредить, можно сказать, можно попросить. Таким образом, тоже давая инструментарий, каким еще образом, кроме мордобоя, наш подопечный может защитить свои личные границы, и таким образом защитить свое личное пространство. Еще несколько замечаний по этому поводу. Когда мы обозначаем свое личное в контакте с подопечным, мы тоже помогаем ему поставить свои границы. Маркируя то, что этот вопрос слишком личный, это предложение слишком личное, или это моя личная сумка, в нее нельзя просто так залезть без разрешения, мы не только защищаем свои границы, но мы помогаем человеку найтись в ситуации, когда он до конца не понимает, что его, а что не его. Также очень важно, когда вы задаете личные вопросы подопечному, внимательно посмотреть, все ли вопросы корректно задавать, и все ли вопросы важно вам сейчас задать для личной встречи. У нас когда-то был тренинг на эту тему, и одна девочка исполняла роль ребенка в больнице, а другая девочка роль волонтера. Она пришла к ребенку с тревогой, и для того, чтобы снять тревогу, она задавала много дежурных вопросов. «Где ты живешь? В каком городе? Кто твоя мама? Кем она работает? Есть у тебя домашние животные?» И потом мы начали спрашивать у волонтера, который играл в девочку, «Что ты чувствовал?» И волонтер сказал, «Мне захотелось крикнуть, мама, эта чужая тетя срочно хочет обо мне все узнать!» То есть ребенок был испуган, поэтому тоже важно понять, мы нуждаемся в том, чтобы снять тревогу, может быть, нам действительно нужно каким-то образом дать понять ребенку, что мы тревожимся, что он тревожится, давай слепим нашу тревогу, давай поиграем во что-то, а когда мы с тобой чувствуем тревогу? А что это такое? А какая она? А она тетя или дядя? А как она одета? А какое у нее настроение? Какая у нее шляпа? Кто это вообще-то зверь такой тревога? Но лишними вопросами можно не докучать. И последнее, задавай вопросы, что тебе нравится, что тебе приносит удовольствие, от чего тебе становится хорошо, от чего у тебя на душе радостно. Мы тоже помогаем создаваться личного пространства подопечного. Единственное, что задавая это в компании детей, нужно быть осторожными, потому что дети, сидящие рядом, могут достаточно цинично, саркастично отозваться о том, что ценно сидящему рядом. Поэтому задавать такие вопросы именно с педагогической целью, помочь прорисовать свое личное пространство, нужно, если вы уверены в безопасности и уверены в том, что это не причинит вреда вашему подопечному. Спасибо. Спасибо.